МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Умы молодых на службе биомедицины. 70 будущих инженеров, программистов и врачей разрабатывают устройства, программы и приложения для реабилитации, проведения операций и других применений в медицине. О том, как проходит первый биоинженерный хакатон «Нейростарт», расскажу я, Евгений Черемухин. Исторический почерк. Коллекцию новгородских берестяных грамот впервые представили в Приморье на выставке в музее Арсеньева. Мы хотели показать яркие вещи, мы хотели показать, ну, вообще завлечь, может быть, дальневосточного зрителя в Великий Новгород. Узнать регион на вкус. Гастрономический фестиваль проходит в Приморье. Кулинары Владивостока балуют гостей и жителей Приморской столицы блюдами из мидий. Мы надеемся, что гости города и жители этому очень порадуются предложение. Также в выпуске. Во Владивостоке продолжают закрывать торговые центры и проводить тренировки по пожарной безопасности. И еще расскажем. В Приморской столице 18 мая стартует городской фестиваль «День путешественника». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Солидный срок грозит 23-летней жительнице Владивостока. Девушка была задержана сотрудниками полиции при осуществлении закладок с запрещенными веществами. Во время несения службы на проспекте Столетия Владивостоку сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были остановлены двое молодых людей – парень и девушка, поведение которых вызывало подозрения. При личном досмотре в кармане куртки девушки был обнаружен сверток с веществом, похожим на наркотики. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли обнаруженное вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического ряда общей массой более 10 граммов. В итоге по подозрению в совершении преступления полицейскими задержана 23-летняя жительница города Владивостока. В отделе полиции задержанная дала признательные показания и пояснила, что знакомая предложила ей заработать путем закладок свертков с наркотиками. Посредством сети интернет подозреваемая узнала о местонахождении пакета с запрещенными веществами. Позже она принесла этот пакет домой и расфасовала содержимое по маленьким полимерным пакетикам для дальнейшего распространения. В момент закладки наркотиков ее задержали сотрудники полиции. На данный момент фигурантка уголовного дела находится под стражей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Утром в среду 16 мая во Владивостоке эвакуировали арбитражный суд Приморского края. Около 10 часов утра в здании раздался тревожный визг пожарной сигнализации. Все работники и посетители суда немедленно вышли на улицу. Тревога оказалась учебной. Через 10 минут все сотрудники вернулись в здание. Посетители отреагировали на происходящее с пониманием. Ведь такие учения проводятся для безопасности людей. Тем временем потренировались на случай пожара и в детском саду номер 141 города Владивостока. В эвакуации приняли участие 212 воспитанников детского сада. И все они смогли покинуть здание меньше, чем за 3 минуты. Тренировки в игровой форме здесь организовывают регулярно. Для того, чтобы дети и персонал умели правильно вести себя в нештатных ситуациях. Подробности в сюжете моей коллеги Светланы Садовой. Пожарная тревога. Всем сотрудникам покинуть здание. Меньше трех минут понадобилось воспитанникам детского сада номер 141, чтобы покинуть условно задымленное здание. Здесь прошли противопожарные учения, и сотрудникам и детям удалось уложиться в заданный МЧС-норматив. На эвакуацию в случае пожара сотрудники министерства дают не больше трех минут. Эвакуация подразумевает отработку определенных навыков, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в случае возникновения такой серьезной, опасной ситуации, как пожар. Если достаточно часто проводить подобные тренировки в игровой форме, если постоянно рассказывать детям о правилах эвакуации, то можно избежать очень серьезных и страшных последствий. Поэтому подобные тренировки в саду проводят регулярно, в форме различных квестов и викторин. В этой приняли участие 212 детей и 26 сотрудников. После срабатывания автоматической системы пожарной безопасности все аккуратно и быстро собрались и вышли из здания по пожарной лестнице. Система автоматической пожарной безопасности в этом саду, как во всех остальных, срабатывает на задымление и включает речевое оповещение. Внимание! Начался пожар. Параллельно с этим на пульт пожарных поступает сигнал. Сегодня персоналу сада пришлось сразу же позвонить и успокоить пожарных, что тревога была условной. Кроме автоматической системы, в саду номер 141 предусмотрены и другие меры безопасности. На стенах схемы эвакуации и огнетушители, работает аварийный свет, запасные выходы расположены прямо в группах, двери свободны и ничем не загромождены. Ручки расположены так, что даже дети смогут до них дотянуться и открыть дверь. Дети, которые умеют правильно эвакуироваться, дети, которые умеют, скажем так, держать себя в руках, несмотря на свой юный возраст. И что немаловажно, я хочу сказать, что и педагогам такая эвакуация просто необходима. Ведь педагоге, любой взрослый человек, поддаётся панике гораздо быстрее, чем ребёнок. И вот наши педагоги, проходя, скажем, такой экстремальный курс, умеют вести себя в подобной ситуации. Напомним, месяцем ранее специалисты мэрии проверили абсолютно все школы и детские сады Владивостока. Серьёзных нарушений не обнаружили, зато были замечания. Все недочёты оперативно устранили. Сегодня все школы и детсады оборудованы автоматическими системами пожарной безопасности. Однако в некоторых из учреждений подходит к завершению срок их эксплуатации, и они нуждаются в замене. В этом году новые автоматические системы пожарной безопасности закупят для 29 учреждений образования. Для некоторых школ и садов также приобретут новые противопожарные двери. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Отметим, что во Владивостоке из-за нарушений требований противопожарной безопасности судебными приставами опечатано здание по адресу улица Светланская, 13, где расположен магазин Тиранова и кафе «Шоколадница». Внутри разрешено находиться только специалистам, устраняющим нарушения. Также приставы опечатали один из крупнейших супермаркетов Владивостока. Прокурорские проверки выявили нарушения в РЭМе на улице Борисенко. К другим темам. Партизанск сегодня находится на особом контроле краевых властей. Глава региона Андрей Тарасенко накануне встретился с депутатами Думы и жителями города в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Два месяца назад глава края уже встречался с жителями Партизанска и в этот раз поинтересовался, улучшилась ли ситуация. Депутаты рассказали, что проблем в городе по-прежнему много. Остались и сложности в коммуникации между народными избранниками и главой Партизанска Александром Зрожевским. Жителей возмущает бездействие главы. В частности, в городе высокие тарифы на общественный транспорт, большое количество аварийного жилья, разбитые дороги, проблемы с работой больницы, расчистка русел рек. На жалобы местная администрация не реагирует. Глава региона поставил перед руководителем Партизанска задачу за два месяца исправить ситуацию в городе, общественность которого крайне недовольна работой местной власти. Особенно возмутила Андрея Тарасенко информация о том, что в ближайшие дни Александр Зрожевский собрался в командировку в Крым, вместо того, чтобы решать проблемы на месте. Глава региона запретил мэру покидать город. А так как у жителей Партизанска пока нет новой кандидатуры на должность мэра, Глава Приморья дал Александру Зрожевскому последний шанс исправить ситуацию в городе. Тем временем имущество оборонного завода радиоприбор выставили на аукцион. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. К слову, на аукцион выставлены земельные участки, здания, автомобили, катер, товарно-материальные ценности, всего 16 лотов. Их стартовая цена составляет почти 217 миллионов рублей. Открытый аукцион будет проходить с шагом в 5%. Напомним, по данным на 1 января текущего года, долг по зарплате на заводе составлял 398 миллионов рублей, или 84% всего долга по зарплате в Приморском крае. Ранее власти региона заявили, что средства, вырученные после реализации части имущественного комплекса завода, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия. Жители Приморского края и всего Дальнего Востока могут принять участие в оценке доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах. Специальное онлайн-анкетирование проводит Дальневосточное главное управление Банка России для оперативного мониторинга ситуации в регионе. Сообщить, где не хватает тех или иных финансовых услуг, может любой житель Приморского края. Анкета состоит из шести вопросов о доступе к интернету и его качестве, наличии в магазинах и на почте электронных терминалов или банкоматов, а также возможности безналичной оплаты коммунальных услуг на почте. Кроме того, в разделе «Комментарии» можно отразить проблемы, пожелания или предложения, не включенный вопрос. Результаты опроса будут использованы для повышения уровня доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах. Напомним, в апреле этого года в ходе проведения во Владивостоке круглого стола финансовый рынок ДВФО «Текущее состояние и перспективы» Банк России представил карту финансовой доступности федерального округа. Желтые и оранжевые зоны составили 46% территории ДВФО. Их не слишком большая удаленность позволяет при необходимости обратиться в банк ближайшего крупного населенного пункта. В красных зонах, где финансовые услуги практически недоступны, оказались 5% отдаленных сел и деревень региона. Задача финансистов на 2018 год – максимально снизить процент красных и желтых зон. Биоинженерный хакатон «Нейростарт» впервые открылся в Дальневосточном федеральном университете. Масштабное событие собрало 70 будущих инженеров, программистов и врачей. За 5 дней студенты разработают прототипы устройств, взаимодействующие с нервной системой человека, а также программы и приложения для реабилитации, проведения операций и другие применения в медицине. Подробности узнаем от Евгения Черемухина. Десятки будущих инженеров, программистов и врачей схлестнулись в профессиональном соревновании с модным сегодня названием «Хакатон». Сама по себе это слово означает «форум разработчиков любого толка», во время которого специалисты из самых разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы. Сам по себе хакатон представляет это пятидневный такой интенсив, когда ребята будут в формате 24 на 5, 24 часа, 5 дней в неделю. Они будут тут жить, у нас даже спальные мешки для них приготовлены. То есть кто захочет, конечно, никого насильно закрывать не будем. Нынешний «Хакатон» биоинженерный и называется соответствующее – «Нейростарт». Форум такого формата проходит в Приморской столице впервые, и людям, далеким от науки, непросто сходу понять, чем же он отличается от прочих. Здесь ребята, студенты, школьники разрабатывают технические решения, основанные на регистрации сигналов, как правило нейросигналов, и прорабатывают проекты, чтобы затем вывезти те или иные продукты на рынок. Получается, что в течение пяти дней именно столько длится хакатон. Ребята разработают прототип устройств, взаимодействующий с нервной системой человека, а помогать им будет весь производственный комплекс Дальневосточного федерального университета, который и стал площадкой для мероприятия. Антураж в помещении, где соревнуются команды по хакатону, довольно интересный. Здесь есть и протез ноги, и фрагмент человеческой стопы, распечатанный на 3D-принтере. Воспользоваться плодами технического прогресса может каждый участник. Съемочная группа 8-го канала застала самое начало хакатона «Нейростарт». Команды разминают мозги, готовятся, а кураторы и эксперты их консультируют. Для особо сложных проектов здесь имеется и отдельный производственный комплекс со станками различной степени продвинутости. На моей спиной космические звуки издает специальный станок, который вырезает деталь, аналогичную тому протезу, который мы видели в прошлом помещении. Как это сейчас мы можем увидеть эту деталь на мониторе. Вот здесь. Кроме устройств, участники вольны разрабатывать специализированный софт. Это могут быть программы и приложения для реабилитации, проведения операций и других применений в медицине. Собственно, мы занимаемся реализацией программного средства, которое будет выступать некоторым посредником между пациентом, болезнью Паркинсона и врачом. Проектные команды будут работать до 19 мая. В заключительный день участники представят прототипы своих протезов, нейростимуляторов, экзоскелетов и медицинских программ и приложений. Ну а дополнят биоинженерный марафон открытые лекции от ведущих специалистов крупных технологических компаний. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. В Приморской столице 18 мая стартует городской фестиваль «День путешественника». Краевой военно-патриотический фестиваль «Найди себя» уже во второй раз пройдет в Приморской столице в ближайшую субботу. Коллекцию новгородских берестяных грамот представили на выставке в Музее Арсеньева. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санос» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санос». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. В Приморской столице 18 мая стартует городской фестиваль «День путешественника». Краевой военно-патриотический фестиваль «Найди себя» уже во второй раз пройдет в Приморской столице в ближайшую субботу. Коллекцию новгородских берестяных грамот представили на выставке в Музее Арсеньева. Во Владивостоке с 18 по 20 мая пройдет городской фестиваль «День путешественника». В этом году площадкой фестиваля станут ландшафтно-парковая зона и набережная ДВФУ. С утра до вечера в течение трех дней здесь будут проходить различные мероприятия. Местные художники проведут мастер-классы для детей и взрослых. Клуб «Отражение» представит реконструкцию исторических событий. А также будет развернута улица мастеров прикладного искусства. Отметим, что текущий год проходит под знаком 80-летия Приморского края. Поэтому отдельное внимание в рамках Дня путешественника будет уделено вовлечению муниципалитетов в программу праздника. Планируется, что каждая из приморских территорий представит на мероприятии свои творческие образцовые коллективы. Стать участником мероприятия может любой желающий. Краевой военно-патриотический фестиваль «Найди себя» пройдет во Владивостоке в ближайшую субботу, 19 мая. Его организаторами выступает региональное отделение ДОСААФ России Приморского края. Местом проведения фестиваля станет туристко-рекреационный кластер «Приморское кольцо» в городе Артем. До места назначения можно будет добраться на специально выделенных комфортабельных автобусах. От фабрики «Заря» автобусы до «Примринга» отправятся в 9.30, 10.30 и в 11.00 утра. В обратном направлении в 17, 18.00 и в 18.30. Стоимость проезда составит 23 рубля. В программе фестиваля авиашоу, показательные выступления воспитанников военно-патриотического движения «Юнармия», программа от клуба служебного собаководства, концерт и многое другое. Об участии в празднике уже заявили более 20 военно-патриотических клубов Владивостока. Фестиваль станет большим праздником, куда можно будет приехать как на общественном транспорте, так и на собственном автомобиле. Для этого на Приморском кольце есть все условия. Здесь работает бесплатная парковка на 2500 машин. На фестиваль приглашаются все желающие, вход свободный. Выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» с коллекцией новгородских берестяных грамот открылась в музее имени Арсеньева. У жителей и гостей Приморской столицы появилась уникальная возможность своими глазами увидеть то, о чем они в свое время только читали в учебниках по истории. В экспозиции впервые на Дальнем Востоке представлено около 250 предметов из археологической коллекции Новгородского музея-заповедника. На вернисаже побывала и наша съемочная группа. Берестяные грамоты, ювелирные украшения и детали женского и детского костюмов. Пуговицы, амулеты, гривны, бусы, браслеты, кольца, кожаная обувь, различная кухонная утварь, ножи, орудия труда и торговли, обереги, игрушки, предметы обучения грамоте. Все это собрала в себе выставка «Коллекционируя Россию. Великий Новгород». Все эти экспонаты впервые в Приморской столице. Владивосток обратился к нам с такой просьбой, ну и мы решили попробовать, почему нет, потому что, естественно, сами, наверное, самим организовать такую выставку довольно было бы трудно. Наша коллекция археологическая является эталонной, эталонной коллекцией археологических предметов из древнерусских городов. Наша коллекция насчитывает сотни тысяч предметов. На этой выставке 243 предмета, это очень маленькая часть. Берестяные грамоты – нечто противоположное летописям. Они цены тем, что на бересте фиксировалось обыкновенное, заурядное, то, что не казалось достойным памяти потомков. Это даёт возможность изучить и реконструировать повседневную жизнь средневекового человека, как бы услышать его голос. Я бы хотела, чтобы обратили внимание обязательно не только на вещи, но обязательно на тексты, читали грамоты, потому что, когда ты читаешь, ты слышишь голос человека, который жил 800 лет назад, например, да, живые голоса. Это своего рода истории людей, конкретных, имеющих имя, возраст, биографию, род деятельности. Экспонаты рассказывают о разных сферах средневековой жизни, семейные отношения и быт, обучение и мир детей, освоение новых территорий, власть, торговля, творчество, религия. Каждая история иллюстрируется археологическими и историческими предметами, позволяющими детально представить жизнь древнерусского жителя. Мы хотели показать яркие вещи, мы хотели показать, ну вообще завлечь, может быть, дальневосточного зрителя Великий Новгород на самом деле. Выставка – часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей имени Арсеньева реализует по программе «Музейный десант». Привоз в течение каждого года по одной из региональных коллекций, которые являются действительно уникальными, коллекции, которые нет нигде более. Вот коллекции новгородских грамот в том виде, в котором она есть в Великом Новгороде, нет больше нигде. Мы просто хотим, как региональный музей, чтобы кроме регионального контекста ещё, кроме рассказов о региональных сюжетах, местные люди были вписаны в общероссийскую историю. Подобных архивов в мире пока найдено только три. На сегодняшний день в Великом Новгороде обнаружено более тысячи грамот. Лишь часть из них – целые остальные фрагменты. Древние новгородцы, получив берестяное письмо и прочитав, чаще всего разрывали его и бросали на землю. Благодаря кропотливой работе учёных, восстановленные новгородские берестяные грамоты в достаточно полной мере осветили реальную жизнь средневековых новгородцев. Выставка, повествующая о древнем русском городе и его жителях, пробудет во Владивостоке до 5 августа. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестов, Алексей Заровны. Новости на восьмом. Попробовать регион на вкус. Во Владивостоке и Находке в эти дни проходит фестиваль Мидии, цель которого – популяризировать дальневосточную кухню. Гостям заведений предлагают отведать приморского моллюска по специальной цене. К слову, каждый ресторан предлагает блюдо из Мидии в своей особой авторской подаче. Как можно приготовить приморский деликатес, узнавал мой коллега Дмитрий Беломестнов. Счастлив тот, кому знаком вкус только что пойманной и тут же приготовленной морской ракушки. Жить у моря вкусно и этим счастьем хочется делиться. Именно поэтому в приморской столице родилось яркое событие – фестиваль Мидии. Для тех, кто знает море на вкус и тех, кто готов к новым открытиям местной кухни. Вся эта история с нашими фестивалями – это уникальный для России пример коллективного маркетинга. Когда у нас нет одного крупного спонсора, который покрывает все расходы. Мы, как туристический союз, мы не коммерческая организация. И бюджет фестиваля, он формируется из небольших взносов участников. Движение есть и люди готовы объединяться, чтобы развивать дальневосточную кухню. Свежая приморская Мидия уникальна на вкус. Из-за состава морской воды здешние мидии содержат больше йода и минеральных солей и своими вкусовыми качествами способны покорить самых требовательных гурманов. Все моллюски, которые попадают в рестораны в эти фестивальные дни, выращены на ферме, расположенной в бухте Русского острова. Каждое заведение подает моллюск по-своему. Сушев одного из владивостокских кафе, Алексей своим посетителям предлагает три вида блюд. В нежном масле и в ароматных соусах мидии великолепны сами по себе. Классический рецепт – мидии в томатном соусе. Также сушев делает мидии немного в необычном соусе – песто с добавлением сливочного масла с чесноком и зеленью. По его словам, блюдо получается очень пикантным и интересным. Также в этом году решили сделать мидии в сливочном соусе, который подчеркивает вкус моллюска. Это было придумано буквально за две минуты дома. Дома стояли остатки сплавленого сыра, сливки. И я решил сделать такую вариацию соуса с добавлением ревчатого лука, чеснока. Все остались в восторге. И дома я готовлю так же. Организаторы фестиваля не ограничивают фантазию шеф-поваров. Единственное правило – медийная порция должна быть весом не меньше полукилограмма, а стоимостью не больше 300 рублей. В ресторанах отмечается ажиотажный спрос на фестивальные предложения. Поставщики работают на износ и едва успевают обеспечить возросший спрос на моллюсков. А в ресторанах Владивостока наблюдается нашествие посетителей. Честно, не ожидали такого ажиотажа. Фестиваль мы запустили в 9 утра. И ровно в 7 вечера начались заказы. И буквально в первый вечер мы продали почти 40 килограмм медий. И на следующий день люди уже шли целенаправленно на этот фестиваль. Даты фестиваля выбраны не случайно. В это время приморская мидия – самая вкусная и полезная. В первой половине мая моллюск готовится к нересту. Набирает вес и становится особенно богат микроэлементами, минералами, витаминами группы В и аминокислотами. Фестиваль мидии, как и фестивали наваги, тайги, гребешка и корешки, стали частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Сегодня рестораторы Приморья проявляют большой интерес к местным продуктам. Все чаще такие блюда включают в основное меню. А приморские кулинары участвуют в гастрономических фестивалях с уверенностью, что перспективы колоссальные. Туристов с каждым годом все больше. А как узнать регион, не попробовав его на вкус? С большим удовольствием и знанием дела присоединяются к вкусным событиям и сами приморцы. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Далее о спорте. Чемпионат Приморья по баскетболу на колясках стартовал в приморской столице. Уникальные соревнования привлекли внимание сразу пяти команд со всего края. Борьба за чемпионство идет по классическим правилам. Поэтому игры насыщены плотной борьбой. Но людей с ограниченными возможностями это не пугает. Для них баскетбол едва ли не любимый вид спорта. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Чемпионат Приморья по баскетболу на колясках уникальное явление. Ведь именно здесь каждый инвалид-спортсмен может прочувствовать всю прелесть настоящего соперничества. Если у себя в городах и селах занятия спортом этими людьми воспринимаются больше как оздоровительная практика, то уже на площадке спорткомплекса «Олимпийц» в глазах виднеется лишь сильное желание победить. Приехало пять команд с Приморского края. Играют по круговой системе. Это 10 игр. В плане правил, то есть именно формата проведения от обычного баскетбола не отличается. То есть это 4 четверти по 10 минут. Также есть владение 24 секунды. И 8 секунд вывод из столовой зоны. Владивосток, Лесозаводск, Уссурийск, Артем. Собрать свою хоть и скромную команду удалось везде. Неудивительно, ведь баскетбол, возможно, самый любимый вид спорта среди людей с ограниченными возможностями. Среди участников есть и те, кто имеет уже немалый опыт соревнований. Как ни странно, именно эти спортсмены особенно упорно готовились к чемпионату. Хочу играть в баскетбол на колясках, занимаюсь этим уже три года. В принципе, нравится командная игра, интересно. Что ожидаю? Ожидаю также приобрести опыт, общение со своими друзьями, игроками, коллегами. Я занимаюсь не только баскетболом, а принимаю участие в различных мероприятиях. Это и соревнования, и танцы. И поэтому я всегда нахожусь в тонусе. И для меня это не было прям волнительным. Это просто встреча с людьми, с которыми не бывает так часто встречаешься. Отличное настроение, все на позитиве. К слову, на паркете не все люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. К этому уникальному спорту приобщаются и те, кто может ходить, но имеет другие болезни. Опыт будет полезным в любом случае. В таком баскетболе приходится делать весь упор на верхнюю часть тела, что позволяет инвалидам в повседневной жизни перекладывать всю нагрузку на руки. Да и дисциплина сама по себе перспективная. Недавно краевые власти решили повысить статус подобных занятий до профессионального спорта. Мы себе поставили задачу в каждом профессиональном клубе открыть секцию адаптивных видов спорта. Мы сейчас видим баскетбол в форме нашей приморской команды «Спартак». Мы говорим про слэш-хоккей, мы говорим про бадминтон. Это вот как в обычном клубе у нас есть молодежь, которую мы выращиваем. Точно так же и здесь мы будем выращивать спортсменов из людей, которым сегодня приходится не так легко в этой жизни. Помимо баскетбола, приморские инвалиды в скором времени возьмутся и за стритбол, который с недавних пор стал набирать обороты в нашем крае. Игра 3 на 3 на одном кольце не только позволит еще больше проявить себя на площадке, но и понизит планку для участников с ограниченными возможностями. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено в отношении жительницы Владивостока. Партизанск сегодня находится на особом контроле краевых властей. Глава региона поставил перед его главой задачу за два месяца исправить ситуацию в городе. Имущество оборонного завода «Радиоприбор» выставили на аукцион. Всего 16 лотов. Их стартовая цена составляет почти 217 миллионов рублей. Специальное онлайн-анкетирование проводит Дальневосточное главное управление Банка России для оперативного мониторинга ситуации в регионе. Сообщить о том, где не хватает тех или иных финансовых услуг, может любой житель Приморского края. В экспозиции музея Арсеньева впервые на Дальнем Востоке представлено около 250 предметов из археологической коллекции Новгородского музея-заповедника. В Приморском крае уже на этой неделе с 18 по 20 мая пройдет городской фестиваль «День путешественника». А на сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Буквально несколько лет назад вся страна наблюдала за тем, как строятся во Владивостоке теперь уже известные на всю Россию мосты Золотой и Русский. Они стали достопримечательностью Приморской столицы, и ежегодно тысячи туристов восхищаются уникальными конструкциями, соединяющие берега бухты Золотой Рог, а также материк и остров Русский. А сегодня Россия может гордиться еще одним подобным сооружением. Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в нашей стране. Его длина составляет 19 километров. 16 мая открылось регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. И теперь приморцы, которые отправляются в путешествие в те края, смогут получить незабываемые впечатления от поездки через пролив. На то, как строился Крымский мост и как он выглядит сейчас, смотрим все вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok